Здравствуйте, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас. Наш вебинар сегодняшний посвящен, в общем-то, знакомому вопросу по поводу 6НДФЛ. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. На слайдике вы видите наши контакты, то есть электронная почта, телефоны, адрес сайта. Приглашаем вас его посетить. Там у нас достаточно много всяких материалов и по программному обеспечению, и по методическому обоснованию. Кроме этого, мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. Задавайте любым удобным для вас способом. В письменном виде это будет более удобно и тематично, если можно так сказать. То есть мы сможем ответить, во-первых, более подробно, а во-вторых, уже применительно конкретно к вашей ситуации. Ну и, собственно, будем рады выполнить любые работы, которые касаются программного обеспечения, 1С обучения, внедрения, настройки. Ну, в общем, весь спектр вопросов. Наша сегодняшняя встреча, программу вы видите на экране, посвящена, если можно так сказать, может быть, немножечко больше правовым вопросам, поскольку и в 21-м году, и в 22-м году было очень много всяких разных изменений, дополнений, разъяснений по поводу законодательных изменений. И, соответственно, многие вопросы вызывают затруднения. Мы сегодня будем говорить, разговаривать таким образом. Я буду на слайдиках показывать какую-то нормативную информацию, и мы будем переключаться в режим работы с демо-базой. Я сейчас перейду в демо-базу и, соответственно, буду показывать на примере конфигурации ERP и те или иные вопросы, которые мы будем обсуждать. Сразу хочу обратить ваше внимание на релиз конфигурации. Мы с вами будем смотреть по релизу 2.5. Соответственно, почему я на этом заостряю внимание, потому что версия 2.4 немножко отличается от 2.5 компоновкой данных. Функционал весь сохранен, естественно, расширен, но компоновка разделов может быть немножко другой. Поэтому обращайте внимание, на чем вы работаете. Как посмотреть? То есть посмотреть, какой у вас релиз. Здесь мы можем по пиктограммке, вот верхняя панель, вот такая пиктограммка, сервис и настройки. И здесь у нас есть раздел о программе. То есть когда вы запускаете, вы видите, какая у вас конфигурация, какой у вас релиз. Ну и, соответственно, дальше идут уже технические сведения о том, где на вашем ресурсе размещена эта программа, путь к ней и так далее. То есть все сведения о программе. Еще один важный аспект, по которому надо очень внимательно отслеживать состояние вашей программы, это обновление. То есть очень многие отчеты с 2022 года имеют новую форму, по которой надо сдавать отчетность. И, соответственно, в этом случае эти формы выпускаются вместе с новыми релизами. И при подготовке отчетности за полугодие, то есть сейчас у нас июль месяц, мы отчитываемся за второй квартал, необходимо уже сдавать отчетность по новым формам, там, где они уже введены. Ну, в принципе, это не очень новая информация, потому что вы отчитывались и за первый квартал, и за 2021 год, то есть новую форму уже просмотрели. Чего-то такого сильно революционного по сравнению с уже введенными формами и отчетами у нас, слава богу, не произошло, поэтому будительность надо проверять, но критично у нас пока ничего не приключилось. Мы с вами сейчас снова перейдем к нашим слайдикам и поговорим о том, что у нас в отчете 6 НДФЛ есть важное, на что стоит обратить внимание. Ну, первое, это если вы, например, обнаружили какие-то ошибки, которые требуют либо доначислить доход сотруднику, либо наоборот, если вы выяснили, что вы не сделали излишнее начисление, как сторнировать это начисление. Ну и, соответственно, как в этом случае подавать корректировочную отчетность налоговую и какие коды нужно будет указывать. И посмотрим, естественно, как это реализовано на примере ERP и какие есть маленькие подсказочки, хитрости и тонкости. Итак, ну, то есть у нас достаточно распространенная ситуация, когда в начислениях может быть какая-то ошибка. Ну, то есть, во-первых, человеческий фактор никто не отменял, а во-вторых, все-таки достаточно много было изменений и дополнений. Напомню, 6 НДФЛ мы сдаем регулярно. И с годовой отчетностью мы сдаем справки 2 НДФЛ, которые теперь входят в состав отчетности. И самая, наверное, печальная ситуация, когда мы обнаружили ошибки, которые касаются прошлого года или прошлого периода. Что в этом случае требуется сделать? Ну, во-первых, ситуация у нас может быть двух вариантов. Во-первых, человек продолжает работать в вашей организации или не продолжает. То есть, есть возможность удержать из текущих доходов сотрудника НДФЛ, или он уже у вас не работает, поиск ушел, и контакты потеряны. Ну, первый вопрос, если мы нашли ошибку, нужно ли удерживать из текущих доходов сотрудника, если, например, мы ему не досчитали подоходный налог. Ну, если коротко ответить, то, конечно, да, нужно. Поскольку как налоговый агент предприятие обязано до удержать налог из денежных доходов сотрудника в текущем периоде, то есть уже в этом году. При этом совершенно не играет ролик, из-за какой ошибки в предыдущих годах не удержали и, главное, не перечислили налог. Но здесь, опять же, два варианта. Первое – это не удержали и не перечислили. И второй – удержали, но не перечислили. Или перечислили меньше, чем положено. То есть, естественно, вторая ситуация более травмоопасна, если можно так сказать, поскольку несвоевременное перечисление налога или неполное перечисление налога грозит применением всех штрафных санкций, которые налоговики вам могут выставить. Ну, в каких случаях такая ситуация возникает? Ну, например, предоставили сотруднику вычет либо на ребенка, либо социальный, не подтвердив их право применения документально. Или, например, если у вас работают мигранты, трудовые мигранты, то есть гастарбайтеры, вы применили ставку 13%, а человек выезжал за территорию России и потерял право на применение 13%, и, соответственно, у него должно быть 30%, а мы об этом узнали с большим опозданием. Ну, или элементарная ошибка в аризметике, то есть, опять же, наш человеческий фактор. Значит, сумму, которую мы до начислили по НДФЛ, обязательно нужно отразить в расчете 6 НДФЛ. Если сотрудник у нас уже не работает, то, естественно, удержать НДФЛ нам не с чего, то есть мы не можем его удержать. В этом случае мы должны незамедлительно сообщить налоговую инспекцию. Сообщение это должно подаваться в общем порядке, и после этого мы с удовольствием можем отряхнуть руки и забыть, потому что в этом случае мы налоговую уведомили, и обязанность по уплате НДФЛ переходит на самого бывшего сотрудника. То есть, соответственно, здесь срок подачи заявления не позднее 1 марта после окончания года, в котором доходы выплачены. Ну, то есть, соответственно, если мы подаем отчетность за год до 31 марта, то такой же срок установлен для подачи уведомления. То есть, этот срок у нас распространяется и на заявление о невозможности удержать НДФЛ из доходов работника. Еще немножко нормативной информации, что происходит после того, как мы такое уведомление отправили. В этом случае человек, который у нас работал, то есть физическое лицо, если мы подали декларацию, то физическое лицо, сам бывший работник, не должен подавать декларацию по форме НДФЛ. А вот заплатить он должен будет эту сумму после того, как налоговая инспекция пришлет ему уведомление о том, что за ним числится такая-то задолженность. А вот если мы не уведомили ИФНС о том, что мы не имеем возможности удержать НДФЛ, то налоговая инспекция может предъявить претензии и получателю дохода, и соответственно налоговому агенту, то есть нашему предприятию. Ну, наиболее частые случаи, когда возникает невозможность удержать НДФЛ или, например, отсутствуют денежные средства, с которых можно удержать НДФЛ. Это если производятся выплаты в натуральной форме, то есть дорогие подарки стоимостью свыше 4 тысяч рублей, ну, какие-то презенты там, если мы, например, поздравляем ветеранов, ну, какие-то такие ситуации. Следующий момент – это прощенные долги. Обратите внимание, то есть если мы выдавали займы, особенно учредителям или аффилированным лицам, за исключением покупки жилья, при этом это могут быть и организации, и ИП, то есть в этом случае у них возникает доход. Ну и, соответственно, если присутствуют неустойки и штрафы, которые выплачиваются по решению суда, и в которых не выделен НДФЛ. Если же налоговый агент, то есть, собственно, предприятие, не подало сведения о том, что невозможно удержать НДФЛ, из какого конкретно дохода, то в этом случае на гражданина возлагается обязанность первое – задекларировать такой доход, то есть подать декларацию в установленные сроки и самостоятельно уплатить налоговый бюджет не позднее 15 июля. То есть вот за 2021 год сегодня человек, который знает о том, что у него есть неудержанный налог, должен был бы заплатить начисленное НДФЛ. Здесь включается, опять же, механизм штрафных санкций, то есть за несвоевременную потачу декларации получателю дохода грозит штраф в 5% от неуплаченной установленной срок суммы НДФЛ за каждый полный или неполный месяц со дня, когда установлен срок подачи декларации. При этом не меньше 1000 рублей, ну и, соответственно, не более 30% от начисленной суммы. То есть под риски штрафных санкций в этом случае попадает бывший сотрудник. Несообщение налоговой инспекции о невозможности удержать НДФЛ является правонарушением, то есть не просто мелкие детские шалости, а уже конкретное правонарушение, за которое предусмотрена и налоговая, и административная ответственность. В этом случае штраф составит 200 рублей за каждый случай непредоставления информации, то есть каждое сообщение, которое мы должны были отправить и не отправили. И штраф от 300 до 500 рублей в отношении должностных лиц организации, ну, например, директора, главбуха, ну, то есть тех сотрудников, которые обязаны контролировать это. Если же, допустим, неподача обнаружена в ходе выездной налоговой проверки, то есть выездная проверка обнаружила, что присутствуют доходы, с которых не был удержан НДФЛ, то помимо штрафных санкций налоговая вам еще насчитает пенни. Это регулируется письмом ФНС от 22 ноября еще 13-го года, но тем не менее это действующий документ. Вот заплатить налог человек должен самостоятельно на основании налогового уведомления, которое ему направляет налоговая инспекция. В этом случае срок уплата налога это 1 декабря. То есть 1 декабря человек должен заплатить и НДФЛ, и другие налоги, которые ему присылает налоговая инспекция, ну, например, налог на автомобиль, там может быть еще какие-то у него существуют налоги. Но вот НДФЛ и транспортные, это как бы наиболее распространенный случай. То есть 1 декабря он должен заплатить налоги, сдавать отчетность в этом случае ему не нужно. Для предприятия, ну, обнаружена ошибка и, соответственно, корректировка расчета гораздо более проблематичная ситуация. То есть любую ошибку, то есть если мы подаем с вами корректировочный отчет, то любая ошибка в отчете считается инспекторами как недостоверная информация. Причем эта недостоверная информация будет распространяться и на сведения о юридическом лице. То есть если, например, вы неправильно указали адрес или какую-то другую информацию регистрационную. Если вы сделали ошибку в указании персональной информации, то есть, например, фамилия, чаще всего такие ошибки возникают, когда в фамилии присутствуют буквы Е и Ё, И, И, И краткое. Или ошибки в паспортных документах. Вот на паспортные документы обратите внимание особо, потому что если вопрос касается руководителей, то есть, например, генеральный директор, кто-то из учредителей, то в этом случае это может иметь еще и более тяжелые последствия. То есть самый распространенный вариант, например, если кто-то из руководителей поменял паспорт либо по возрасту, либо зарегистрированный или брак, или расторжение брака. В этом случае получается, что если бухгалтерия, например, или тот, кто отвечает за регистрационные данные, не подали сведения об изменении документов, то в ЕГРЮ или в ЕГРИП будут указаны сведения о несуществующем документе, то есть о несуществующем паспорте, и, соответственно, предприятие сразу попадает во все черные списки. То есть недостоверные сведения о руководителях, о учредителях, ну, то есть в зависимости от того, что изменилось. Ну и дальше выбираться из этих черных списков достаточно проблематично и трудоемко. Следующее сведение, на которое тоже очень активно обращают внимание, это коды доходов и вычетов. Обратите на них тоже внимание, потому что коды доходов в этом году у нас менялись. То есть лучше на три раза перепроверьте, чем потом будете писать письмо в налоговую и получать по шапке от руководства. Ну, соответственно, если неправильно указана информация об уведомлении, то есть код, номер документа, работа выдачи, еще что-то. Ну и на последнем месте это уже суммовые показатели, то есть это элементарные арифметические ошибки, неправильный расчет, ну, то есть человеческий фактор. Еще на что стоит обратить внимание, что расчет 6 НДФЛ нужно корректировать, ну, и, соответственно, подавать в инспекцию, не только если у вас занижена уплата, то есть если вы какие-то налоги не обложили доходом, но также если вы их завысили, то есть насчитали человеку больше, например, не учли вычет на ребенка или еще какой-то, который он умеет право применять. Обосновано это письмами налоговой конспекции, то есть тоже хочу сделать акцент именно на этом моменте, что это в принципе не законодательные документы, а межведомственная переписка, но, тем не менее, она действует, налоговики на нее вовсе опираются, ну, и, соответственно, если вы с ними не согласны, то отставить это несогласие придется уже в судебном порядке. Еще один важный момент, про который нам, в общем-то, нужно обязательно поговорить, это когда налоговая разрешает не подавать корректировку по 6 НДФЛ. Ну, в этом, это на самом деле не очень много таких приятных случаев. Ну, первый, это налоговый статус физлица поменялся, то есть был он не резидентом, а стал резидентом, то есть, например, 180 дней безвыездно находился на территории РФ и получил статус резидента. Ну, или, соответственно, наоборот, но именно в четвертом квартале, обратите внимание, в четвертом квартале. В этом случае пересчет налога нужно будет указывать в отчете за год, то есть не надо будет подавать корректировку в течение периода, а нужно будет уже сделать изменения в годовой отчетности. Корректировку можно не подавать тогда, соответственно, за первый квартал, там, полгодия, 9 месяцев и так далее. В случае, если сотрудник, в следующий случай, если сотрудник поздно подал документацию на вычет, ну, например, он пользовался стандартным вычетом, а потом купил квартиру и получил право на имущественный вычет. При этом вычет с начала года, ну, как бы, сведения в бухгалтерии он подал уже там где-то в середине года, во второй половине года. В этом случае бухгалтерия обязательно должна зафиксировать дату, когда были получены документы от сотрудника, и в этом случае пересчет налога мы делаем уже с того периода, когда сотрудник подал подтверждающую документацию. и возражение по теме, что как у меня же пропадет полгода, это уже не наша проблема, это уже проблема сотрудника. В таком случае при пересчете налога мы должны указать тот период, в котором мы именно получили. И, соответственно, корректировку мы в этом случае за предыдущие периоды не подаем. Обоснование это, опять же, те же налоговые письма, то есть та же внутриведомственная переписка, про которую я вам говорила чуть раньше. Еще один случай, это если налог с декабрьской зарплаты указали не в годовой отчетности, а в расчете за первый квартал следующего года. То есть, ну, совершенно понятно, что если декабрьское начисление декабрьское мы выплачиваем уже в следующем году, то и удержанные НДФЛ с декабрьской зарплаты мы перечисляем тоже уже в новом году. Поскольку срок уплаты у нас будет зафиксирован достаточно большим количеством документов. Это будет и учетная политика, и, например, местные локальные акты, то есть положение об оплате труда, положение опримирования. То есть в этом случае мы полностью выполняем все обязанности. У нас не возникает ни завышения налоговой базы, ни занижения, соответственно, и налога тоже у нас не происходит завышения или занижения. И подавать корректировочный отчет нам не нужно. Еще один очень важный момент. Это материальная выгода. И такая приятная плюшечка в виде того, что порядок предоставления корректировочных отчетов, ну вот конкретно 6 НДФЛ, у нас не закреплен какими-то правилами. То есть, как в жизни часто бывает, предприятие, то бишь налоговый агент, который допустил ошибки, не может, точнее, не имеет права подавать в составе корректировочного расчета информацию только по тем физлицам, в отношении которых имеются ошибки. То есть, нужно сдать расчет полностью. Ну, скажем так, можно, конечно, использовать еще положение 7 статьи налогового, пункт 7, статья 3 Налогового кодекса, о том, что любые неустранимые неясности законодательства по налогам трактуются в пользу налогового агента. Но по факту, к сожалению, в нашей жизни получается как раз наоборот. То есть, обычно суды, арбитражисты вьют на позицию налоговых органов. Что самое интересное, это то, что касается материальной выгоды. То есть, если у вас предприятие предоставляло займы физическим лицам, ну, чаще всего это, естественно, либо учредители, либо руководители, которые являются учредителями. Ну, то есть, скажем так, непростые смертные, а приближенные персоны. То в этом случае необходимо будет в годовой отчет включать корректирующие или аннулирующие справки. То есть, мы с вами подошли к понятию аннулирующие справки. Мы об этом поговорим чуть позже. Я вам покажу следующий слайдик. А здесь выделен красным важный момент. То есть, в новой редакции налогового кодекса статья 217 пункт 90 подоходный налог с материальной выгоды, которые получены в период 21-23 годов, с них не удерживается НДФЛ. Обратите на это внимание, потому что в предыдущей редакции был очень конкретный пункт с указанием, что НДФЛ начисляется и перечисляется в бюджет ежемесячно по договорам, в которых предусмотрена материальная выгода. И если вы такого не сделали, то, соответственно, налоговая инспекция с большим удовольствием начислит вам пени, штрафы, ну и, соответственно, человеку начислит НДФЛ. Значит, важный момент, чтобы воспользоваться этим изменением, в справке нужно будет указывать доходы в виде материальной выгоды с кодами 2610, 2630, 2640 и 2641. То есть, это касается именно указанного вот 2021-2023 год временного периода. и, собственно, еще один момент, на котором я уже сделала акцент, это аннулирующая справка. То есть, когда мы подаем уточненную справку, то в заголовке фиксируется номер справки и, соответственно, если у нас обычно это нулевой, и дальше указывается номер корректировки, то есть 1, 2, 3 и так далее, то номер корректировки сведений при аннулирующей справке будет 99. Что такое аннулирующая справка? Она подается, в общем-то, для того, чтобы отменить полностью весь отчет, то есть полностью отменить первичную справку. И подается она в случае, если вообще она была ошибочно подана. Ну, например, у вас есть обособленное подразделение, которое зарегистрировано в другом округе, а вы подали сведения, то есть 6 НДФЛ, поэтому обособленному подразделению не в ту инспекцию, где оно зарегистрировано территориально, а, например, в свое основное. В этом случае, чтобы подать аннулирующую справку, вы должны составить справку, указать код 99, и заполняется в ней только заголовок. Остальные разделы, ну и, соответственно, приложение мы не заполняем. Такую справку подают один раз в течение налогового периода, корректировка, соответственно, будет указана номер 99, и налоговики обнуляют полностью весь отчет о том, что вы подавали в эту налоговую инспекцию. Ну, чаще всего, естественно, это встречается вот именно при подаче с обособленными подразделениями. Часто встречается еще ошибка, когда подают сведения по индивидуальному предпринимателю, не по месту его деятельности, а по месту его регистрации. И еще про что хотелось бы сказать, это про то, что мы должны кроме того, что известить налоговую инспекцию, то есть послать им уведомления, например, о невозможности удержания НДФЛ, но мы также должны известить и самого налогоплательщика, то есть бывшего сотрудника, потому что о том, что происходит в вашей бухгалтерии, он, естественно, не должен знать о том, что были какие-то ошибки, он понятия не имеет. То есть, соответственно, налогоплательщику тоже нужно направить уведомление о том, что предприятие не смогло удержать НДФЛ, ну, с какого конкретного дохода, ну, и желательно в принципе указать по какой причине, чтобы не возникало конфликтной ситуации, собственно говоря, напряженности с ней связанная. При этом обратите внимание еще на одну тонкость, что такое уведомление сотруднику, что мы не смогли удержать у него НДФЛ, мы отправляем даже в том случае, если он потом через какое-то время к нам устраивается на работу, то есть в этом случае это все равно остается его головной болью. Если мы своевременно подали уведомление и в налоговую, и известили налогоплательщика, то в этом случае предприятию как налоговому агенту не грозит начисление пеней с неудержанного НДФЛ, то есть соответственно мы свои обязательства выполнили, мы всех известили и дальше уже неудержанный налог это головная боль бывшего сотрудника, а у нас ручки чистые. Сейчас мы с вами перейдем в демо базу, я сначала покажу еще один слайдик, а потом мы перейдем с вами в демо базу, чтобы посмотреть некоторые моменты. Значит собственно говоря это слайд, который иллюстрирует где мы должны указывать номер корректировки 99, если мы составляем аннулирующую отчетность, то есть номер корректировки 99, ну и дальше если у вас заполнены правильно все сведения про вашу организацию, то по кнопочке заполнить и соответственно заполняется вся последующая информация. Сейчас мы с вами перейдем в демо базу переходим в ERP и хочу немножечко сказать про компоновку отчетности и про то, как вот мы что мы должны делать когда работаем с НДФЛ. Обратите внимание обычно у нас отчетность размещается в разделе регламентированный учет вот у нас есть раздел 1С отчетность то есть здесь есть регламентированный отчет и соответственно другие пункты и сообщения в контролирующие органы в других блоках ну например ЦРМ там продажи и так далее к сожалению у меня не очень быстро открывается такого блока нет то есть 1С отчетность у нас расположена в регламентированном учете ну вот как видите он открылся наконец а вот в разделе зарплата у нас такой блок полностью повторен то есть вот он у нас отчетность справки и вот то же самое идет 1С отчетность и дальше уже ну скажем так более тематические подразделы хочу сказать про блок 1С отчетность то есть есть доработка которая называется 1С отчетность и соответственно есть блок встроенный в котором отчетность отражается то есть сама по себе доработка 1С отчетность сейчас мы сюда перейдем я еще покажу отключите отключите микрофон это вот Ирина к вам обращаюсь потому что иначе меня будет не слышно будет слышно что у вас происходит благодарю благодарю заранее значит мы в этом случае извините я вас принудительно отключу значит в этом случае это информация о сервисе дополнительном который позволяет пропустить обмен с операторами ну например там СБИС Тензор Астрал и так далее и обмениваться отчетностью напрямую в контролирующие органы то есть не только сдавать отчеты но и в полномасштабную там переписку подачу документов ответы на требования ну то есть все что мы производим с налоговой инспекцией в этом случае у нас убирается одно звено то есть убирается выгрузка в промежуточный файл и загрузка из промежуточного файла в программу оператора в остальном полномасштабная отчетность как мы привыкли через операторов работать и отражается она естественно в программе еще на что хочу обратить внимание это на сопровождение 1С и ТС то есть если вы подписаны на НТС проф оно бывает двух видов техно и проф то есть если вы подключены к профу то у вас есть возможность использовать бесплатно некоторые сервисы ну в том числе 1С отчетность и еще один очень комфортный сервис это контрагент проверка контрагента если у вас идет подписка техно то соответственно вы можете подключиться но за некоторые сервисы придется платить ну оплата скажем так не сильно большая потому что например та же проверка контрагента стоит 4800 рублей за год ну то есть соответственно если разделить это на год там получится порядка 300 рублей очень по нынешним временам очень небольшая сумма мы с вами снова переключимся на демо программу на демо версию и еще раз поговорим про отчетность то есть то что я хотела бы вам показать связано с 6 НДФЛ ну вообще с НДФЛ то есть мы открываем обычно то есть мы переходим например вот зарплаты мы переходим 1С отчетность и попадаем в журнал отчетов как вы видите у нас есть перечень поданной отчетности и ее статус то есть соответственно в работе например проверяется налоговыми органами сдано и так далее очень удобно потому что здесь информация попадает быстрее чем через операторов потому что сначала информация попадет оператору а потом оператор перекинет ее вам здесь происходит напрямую это во-первых ну а во-вторых есть достаточно много встроенных сервисов которые позволяют проверить с вашими там оборотами еще с чем-то ну то есть страхуют от каких-то ошибок и самое приятное вот в этом мероприятии это то что есть возможность работать через личные кабинеты ну сейчас я открою и например личные кабинеты у нас есть и с внебюджетными фондами и с налоговыми инспекциями естественно то есть видите есть личный кабинет налоговой инспекции что для юридических лиц что для эпистов ну и личный кабинет фсс ну всех кого вы видите и личный кабинет электронных листков нетрудоспособности поскольку сейчас мы работаем с прямыми выплатами и в 2022 году у нас электронные больничные листы то соответственно если человек обращается в медицинскую организацию которую мы выписывают электронный больничный лист то соответственно информация об этом сразу поступает в программу можно посмотреть в личном кабинете если у вас есть декретчицы или те кто находится в отпуске по уходу за ребенком то соответственно то же самое можно сразу проверять приняла например ФСС или какая-то другая организация документы которые вы им отправили потому что достаточно часто бывает ситуация что например человек взял отпуск и в отпуске заболел выписал больничный лист а вы начисление отпуска уже сделали и о том что предприятие должно начислить ему три дня за счет работодателей ни сном ни духом как говорится и когда он приходит оказывается что особенно если это переход между налоговыми периодами то извините оказалось что у нас не начислено ему три дня за счет работодателей что мне теперь делать поскольку больничный лист он принес с опозданием там хорошо если две недели в месяц а то и спустя бывает больше времени ну и соответственно сверки которые можно тоже очень быстро заказывать через вот этот раздел так сейчас мы это закроем чтобы оно нам не мешалось и вернемся снова в журнал 1С отчетности и что я хочу здесь вам сказать почему мы сейчас с вами сюда перешли потому что если я сейчас начну формировать отчетность то соответственно если мы делаем какие-то корректировки либо аннулирующие справки то мы должны использовать те вот видите выскочил при переходе в раздел вот этот вот информационный слайдик который я вам уже показывала и здесь у вас уже указана та же самая информация плюс здесь можно получить дополнительные сведения ну вот по переходу по гиперссылке ну или если у вас она уже подключена выбрать больше не показывать подключиться к 1С прямо сейчас там на самом деле ничего не требуется сложного кроме того что указать код регистрационный код вашего ИТС сопровождения итак мы сейчас закроем и снова вернемся к журналу значит по кнопочке создать у меня появляется меню выбора у которого вот я вижу здесь какую-то отчетность ну может быть она не вся то есть здесь отражается та отчетность которую я уже создавала или которую я уже выбрала по закладочке все я могу выбрать ну например вот сейчас найдем отчетность по физическим лицам в этом случае у меня открывается перечень отчетов которые есть которые были то есть все вместе и если я хочу чтобы у меня на закладочку избранная перенеслись какие-то отчеты я ставлю вот такую отмечку то есть желтую звездочку тогда у меня данные переносятся сюда я сейчас ее сниму потому что она нам сейчас будет отвлекать внимание то есть соответственно видите у меня из этого перечня эта информация пропала для чего мы сюда перешли для того чтобы обратить ваше внимание вот на такой момент у нас есть отчетность по физлицам есть 6 НДФЛ и 6 НДФЛ с 2021 года то есть обратите внимание сейчас мы должны отчитываться вот по этой форме если я попробую выбрать вот эту форму то есть это форма предыдущая которая касалась прошлых периодов и честно выберу организацию по которой я хочу отчитаться допустим выберу период что я хочу за этот год отчитаться то у меня кнопочка создать будет неактивна я смогу по изменению законодательства по ссылочке перейти на сайт посмотреть сведения то есть сайт официальный сайт 1С здесь очень много информации и методической и соответственно по обновлениям но в данном случае сейчас отсюда уйдем в данном случае я там ничего для себя полезного не найду потому что это уже не действующие формы так это мы закроем поэтому для того чтобы сделать отчетность которая касается 2022 года нам необходимо выбрать другую форму то есть нам необходимо выбрать вот эту форму 6 НДФЛ с 21 года я выберу предприятие которое у меня не имеет сотрудников только для того чтобы показать в этом случае кнопочка создать у нас активно и мы спокойно переходим к созданию отчетного документа то есть вот у нас открывается титульный лист и я уже показывала слайдик сейчас мы вернемся к нашим слайдам значит слайд о том что у нас выставляется код 99 для аннулирующей справки я уже показывала возвращаемся снова в демо базу и смотрим что вот он наш код то есть здесь мы должны будем указать 99 если это аннулирующая отчетность и соответственно номер корректировки там 1 2 3 и так далее если мы хотим что-то откорректировать обратите внимание здесь есть подсказки они выведены уже на титульный лист почему потому что кодировка немножко изменилась то есть если код имеет 8 знаков то справа значение цифры не заполняются именно справа слева ну соответственно вот здесь выставлено уже именно вот так ну и дальше вопрос только в том что это заполнить еще один аспект обратите внимание что поля не заполнены номер корректировки понятно устанавливается по умолчанию то есть если у вас уже нулевая была то есть первичная то выставится номер корректировки а вот остальная информация которая на желтых полях размещена то есть вот это вот это акт МО ну и соответственно в других разделах отчета на желтых полях вводится информация которую нужно забить туда ручками то есть написать а вот что делать если у меня вот здесь вот допустим не проставилась информация а это значит что нам нужно идти в инсы и администрирование заходить в предприятие и корректировать сведения про предприятие это значит что карточка организации была заполнена не полностью поэтому программа не подтягивает в официальные отчеты это не только 6 НДФЛ то есть это соответственно и все другие отчеты которые мы можем использовать не подтягиваются сведения которые должны быть в карточке организации так снова вернемся к нашим слайдикам и значит вот этот слайдик мы с вами уже посмотрели так сказать в полевых условиях то есть на демо базе а вот этот слайдик я вам хотела показать потому что мы заговорили про сопровождение ЭТС чем они отличаются то есть у нас есть информационно-технологическое сопровождение то есть ЭТС версия проф или техно то есть базовые и собственно говоря различаются они набором дополнительных сервисов что вы делаете но вот этот слайдик не вполне корректный потому что сейчас уже обновление в общем-то идет через интернет если конечно у вас не измененная конфигурация ну а здесь как вы видите красным выделено то что отличается то что в техно режиме не присутствует а самый интересный момент это консультационный раздел ЭТС то есть в версии проф у нас есть доступ к очень интересному сервису 1С Лептория то есть это именно фирма 1С не компаний франчайзи которые работают ну скажем так под контролем 1С а именно главная организация разработчик готовит информации лекции по наиболее актуальным вопросам по тем где были изменения то есть это аудиторская поддержка и версии проф у вас есть к ней доступ обычно в период когда вот всякие изменения происходят вот типа наших сегодняшних дней когда у нас ФСБУ вводится чаще чем некоторые на работу ходят изменения по всем налогам вводятся какие-то временные ставки временные льготы то вот этот раздел вам может быть очень полезно особенно по основным налогам по федеральным по местным то есть это прибыль это НДС это НДФЛ ну и дальше уже пошли по ходу более менее важные скажем так налоги еще один слайдик который я хотела бы вам показать это вот то о чем мы с вами говорили при работе с журналом чтобы выбрать актуальные формы отчетности то есть именно те которые действуют в текущем периоде снова вернемся к нашей демо базе я пока это закрою чтобы оно нам не мешалось нет не нужно нам и хотела бы еще немножко сказать про раздел который у нас в зарплате раздел отчетности и справки то есть соответственно 1С отчетность это мы с вами посмотрели справки 2 НДФЛ для передачи в налоговый орган обратите внимание выделенные ну я думаю что все кто работает с программой уже в курсе что выделенный текст это выделенный текст в позициях меню это общие журналы ну допустим пособия за счет ССС это журнал в котором собраны ну все пособия то есть например не только по поводу рождения ребенка то есть это общий журнал ну как бы просто по теме ну и соответственно работа с электронными трудовыми книжками и работа с отпусками по уходу за ребенком поскольку у нас сейчас добавлены новые виды отпусков то есть 8 лет и так далее то тоже обратите внимание и еще один сервис который вот в связи с нашей тематикой мне бы хотелось вам показать ну точнее не показать а обратить внимание ну то есть вот у нас будет высвечиваться больничные листы то есть вот у меня сотрудник был на больничном листе соответственно у меня подгрузится сюда если были еще какие-то больничные листы сюда подгрузится весь список точно так же будут отражаться отпуска по уходу за ребенком и так далее снова вернусь в раздел зарплата так и хотела показать уведомление о прекращении отпуска по уходу за ребенком поскольку это в общем-то тоже связано с НДФЛ ну скажем так может не совсем напрямую но тем не менее то в этом случае мы создаем документы и получаем уведомление о том что как в том кино шорты брюки превращаются пока запустится ну собственно говоря это работа с перепиской это переписка с сотрудниками в программе есть личный кабинет сотрудника то есть соответственно вы можете уведомления посылать через вот этот сервис имея ввиду что уведомления вот мои сотрудники то есть я выбираю из списка того сотрудника которого я хочу о чем-то проинформировать и соответственно поскольку мы говорили про возврат из отпуска то если человек например у него заканчивается отпуск по уходу за ребенком до 3 лет а на следующий отпуск он заявление не подавал то достаточно отправить ему уведомления ну и собственно говоря здесь уже автоматизировано мы можем выбрать вид документа и соответственно его номер и его дату но предполагается что кадровый учет в программе у нас ведется так же аккуратно как и начисление зарплаты все эти сроки у нас достоверно что мы можем с этим работать и что мы ничего не нарушим снова хочу вернуться к слайдикам которые мы с вами смотрели не нарушим поскольку наше время уже подходит к концу показать вам снова наш титульный лист с нашими контактами с телефонами с адресами с адресом нашего сайта который мы приглашаем вас посетить и еще небольшое замечание то есть наш с вами вебинар ваша встреча записывается и через некоторое время будет выложено в открытом доступе поэтому если у вас например может быть вы не сначала слушали может быть у вас не было возможности прослушать полностью то есть вы можете зайти на наш ресурс и посмотреть запись если что-то вас заинтересовало или какая-то нормативная информация вам показалась полезным на этом разрешите закончить нашу встречу компания Кодерлайн прощается с вами будем рады сотрудничеству вашим вопросам будем рады если наши специалисты окажутся вам полезными в других аспектах всего доброго благодарим вас за внимание и за время которое вы нам уделили удастся вам удастся вам удастся вам Продолжение следует...